Я читаю десятую главу из Третьей книги царств. И беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснял ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпьев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю, — Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева перила для храма Господня и для дома царского и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в землю свою, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота, по шестисот сиклей пошло на каждый щит, и триста меньших щитов из кованого золота, по три мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. К престолу было шесть ступеней. Вверх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и два льва стояли у локотников. И еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобного всему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота, из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсистский корабль с кораблем Хирамовым. В три года раз приходил фарсистский корабль, привозивший золото и серебро и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар, сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мудров каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикаморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за шестьсот сиклей серебра, а конь — за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям арамейским. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ